Фонд «Солидарность» был создан в 2015 году по инициативе главы республики. Его главная задача – оказание материальной помощи малоимущим. Только за два года существования фонд помог в строительстве домов сотням семей. Деньги на благотворительность собираются из добровольных пожертвований. Часть бюджета фонда составляет и прибыль от проведения аукционов, подарков главы республики. На учении фонда состоят более 1300 семей. За весь период деятельности фонда с марта 2015 года будет по настоящее время фондом. А «Солидарность» построена в 18 домах под крышей. Восстановлены 17 подышателем дому. Представлены строительные материалы для ученых жилищных бодовых условий в 43 семьях. Оказано поддержку в получении трех земельных участков. Приобретено установлено 3 жилых вагонщика. И 78 тяжелобольных будут смогли выехать на лечение за пределы республики. И получили соответствующие медицинские фонды. Руководитель благотворительного фонда рассказал о деятельности «Солидарность» в 2016 году. И за первый квартал 2017-го. Так, по словам Харсиева, за этот период на счет фонда поступило около 12 миллионов рублей. На указанных средствах фонда «Солидарность» построено 7 новых домов под крышей. Представлены строительные материалы для ученых жилищных бодовых условий в 18 семьях. Также приобретены и поставлены 8 сборных счетовых домов. И 27 тяжелобольных будут смогли выехать на лечение за пределы республики и получили соответствующую медицинскую помощь. На данный момент идет строительство четырех домов. Также большое количество писем вращения поступает из разных министерств ведомства и граждан, которые тщательно обрабатываются фондом. Глава республики поблагодарил Магомеда Харсиева за добровольную работу и подчеркнул, что все пожертвования должны проходить исключительно на добровольной основе. В этом месяце, особенно в следующем месяце, в месяц Магрибета, надо максимально сделать все, чтобы определенную крышу над головой, чтобы люди приобрели. Особенно акцию, посмотрите, пропишите другими благотворительными фондами, именно акцию по всем нуждающимся, мордаст, пройтись по всем, чтобы каждый день мордаст, там, где особо нуждаются. Юнусбек Ивкуров также отметил, работу фонда нужно организовывать максимально прозрачно. Жители Ингушетии должны знать, куда идут их пожертвования, видеть семьи, которым оказывается помощь. Вы на будущее, там, не просто вот так картинкой покажите, пригласите сюда, вот этих женщин, кому мы помогли, кому помогли. Иногда, конечно, там, как увидишь, там, хозяина дома, потом думаешь, надо ли вообще помогать, который в состоянии сам там день и ночь походить, чтобы заработать деньги. Но, тем не менее, мы думаем про женщин, про детей, поэтому посмотрите в этом вопросе. Также на совещании обсудили вопросы о создании рабочих групп для проведения комплекса мероприятий по сокращению объемов незавершенного строительства в регионе, проведение в Республике Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия-2017» и подготовку ко Дню Победы. Зарема Явлоева, Муслим Ганиев, Новости 24.